В канун Дня Победы коллектив Оскольского электрометаллургического комбината ежегодно посещает мемориал в селе Обуховка под Старым Осколом, где в братской могиле похоронены солдаты, погибшие при освобождении села. В этом году из-за коронавирусной угрозы митинги проходят скромно, но оскольские металлурги все равно не нарушают своих традиций. Наша в первую очередь обязанность, а также честь для нас каждый год вспоминать, собираться здесь. Это важно прежде всего для того, чтобы помнили мы, помнили наши дети, помнили наши внуки о том великом событии, о той большущей жертве, которую принес Советский Союз для победы. Свой вклад в становление ОМК внесли 95 ветеранов Великой Отечественной войны. 75-ю победную весну встретили лишь двое – Елена Яковлевна Сосунова и Алексей Михайлович Некрасов. Представители социальной дирекции комбината вручили им подарки от металлоинвеста, интерьерные часы и продуктовые наборы. По решению руководства компании на всех предприятиях выплачена единовременная материальная помощь. Ветеранам по 30 тысяч рублей, малолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда по 20, труженикам тыла по 10 тысяч рублей. Мы все гордимся им, что он принимал участие в Великой Отечественной войне. Благодаря таким великим людям мы живы, что наша страна великая, жива. В праздничный день у Стеллы город воинской славы на площади Победы и мемориального комплекса «Атаманский лес» в память о подвиге советских солдат цветы и венки возложили глава Староскольского городского округа Александр Сергеенко в представители крупных предприятий города. К слову, мемориал «Слава» в этом году переживает масштабную реконструкцию. 31 миллион рублей на его обновление выделила компания «Металл Инвест». Здесь уже закончены работы в очень короткий срок. Осталось только сделать центральную Стеллу, которая в виде мечей. Она еще будет обшита современными материалами. И тогда комплекс примет еще более красивый вид. 9 мая в этом году не похож на привычный нам праздник. Только из-за эпидемии коронавируса День Победы обрел камерность. На улицах и площадях малолюдно. Пышные торжества перенесены. Но в эти дни в каждом российском доме непременно вспоминают своих ветеранов и говорят спасибо за мирную жизнь на отчей земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова